Всем привет! Вы попали на канал той же из маленькой собачки. В последнее время вы часто задаете мне вопрос, как научить собаку ходить в туалет, на пеленку или в лоток, или делать туалет по команде. Сегодня мы расскажем, как учились это делать мы и поделимся своим опытом. Этим вопросом нужно заняться сразу, как щенок оказался у вас дома. Если щенок еще живет с мамой, то скорее всего он по ее примеру будет делать туалет туда же, куда и она. Но если щенка уже отняли от мамы и он еще не успел перенять этот опыт, то тогда вам придется объяснять, что к чему. Так же было и у нас. Первое, что нужно сделать, это ограничить зону нахождения собаки на время, пока она учит команду туалет. Многие пишут, что в их условиях невозможно отвезти определенное место или держать дверь закрытой. Но если вы не хотите выкидывать свои ковры, диваны и постель, то лучше все-таки это сделать. Если у вас нет возможности все время держать дверь закрытой, то постройте барьер на входе в комнату или натяните садовую сетку. Желательно, чтобы эта комната была с устойчивым к влаге и запаху покрытием. Плитка, линолеум, на крайний случай ламинат, ни в коем случае ни ковры, ни ковролин. Дальше нам нужно запастись пеленками. Многие мне пишут, что пеленки это очень дорого и не хочется тратиться. Но я считаю это необходимой мерой для успешного обучения этой команде, особенно на первом этапе. Дальше нам нужно усилить весь пол пеленками. На данном этапе можно использовать большие пеленки 90 на 90 в целях экономии или 90 на 60. Мы в основном используем пеленки 60 на 60. Собака живет в таких условиях несколько дней. После этого мы начинаем постепенно убирать по одной пеленке в день. И следим за тем, чтобы туалета не было мимо. Если такое все-таки происходит, то обязательно убираем. И объясняем собаке, что делаем туалет уже там, где он уже был сделан. И показываем собаке на старое место на пеленке. Так продолжаем убирать, пока не останется всего одна пеленка. Большой туалет убираем сразу, маленький терпим, пока нам не начинает мешать запах. Если старые пеленки уже пахнут, мы можем их постепенно менять на новые. И последний этап. Оставшуюся пеленку начинаем двигать в день по 20 см к тому месту, где мы хотим, чтобы был туалет, но пока в пределах этой комнаты. На 20 см для того, чтобы собаке не было это сильно заметно и чтобы не было стресса и он не начал делать мимо. Когда спес перестал делать мимо и у нас стабильно туалет на пеленку, мы можем добавить лоток, положив в него ту же самую пеленку или начинать двигать пеленку дальше за пределы этой комнаты. Мы до сих пор используем пеленки. Мы покупаем вот такие пачки в гипермаркете ОК в детском отделе. В этой пачке 10 пеленок. Она стоит примерно 120 рублей. Мы меняем пеленки через 1-3 дня, в зависимости от того, как мы гуляли, какая была погода и так далее. То есть получается, что в месяц нужно примерно 15 пеленок. Это выходит в среднем где-то 180 рублей. Я думаю, такая сумма под силу каждой семьи. И вы не пожалеете, это вам окупится. Очень часто собачки воспринимают мягкие покрытия полов, ковры или ковролины вместо пеленки и делают туда туалет. Вам придется выбросить этот коврик, потому что избавиться от запаха практически невозможно. Или втридорого платить за химчистку. Никаких спреев для приучения к туалету мы не использовали. На мой взгляд, лучшее средство это промокнуть пеленку в туалет мимо, чтобы пеленка пахла нужным местом. Для лучшего результата можно выучить команду туалет. Мы начали учить команду туалет сразу на улице. Как только вы сделали все прививки, отсидели карантин и вам можно гулять, уже на второй и третьей прогулке мы начинаем приучаться к туалету. Ведем собаку в отведенное для этого место. В нашем случае это трава, газон. Говорим собаке слово туалет, ждем пока она сделает свои дела. После этого обязательно хвалим, обязательно даем вкусняшку и только потом идем гулять. Повторяем так при каждой прогулке. Если у собаки сразу не получается сделать туалет, значит идем на прогулку, подлавливаем момент, когда собака сама решает делать туалет, опять говорим слово туалет, хвалим, поощряем и постепенно переносим этот процесс на начало прогулки. Вам это сильно пригодится, когда, например, плохая погода или у вас очень мало времени на прогулку, или когда вы путешествуете с собакой и вам, например, нужно успеть сделать туалет за время, пока стоит поезд. Команду туалет можно использовать и дома. Можно приучить собаку и к лотку, и к наполнителю, и терпеть до улицы. На мой взгляд, пеленка это самый удобный вариант. С ней вы можете пойти в гости и не переживать за чужой дом, поехать в путешествие, остановиться в гостинице, сделать туалет в поезде, оставить собаку родственников или на передержке. Дешевая альтернатива пеленкам это газета, но она быстро промокает, после нее нужно обязательно мыть пол и остается запах. Еще один вариант это многоразовая пеленка. Мы используем, но далеко не каждый день. От нее немного сильнее пахнет, чем от одноразовой пеленки, и ее нужно стирать. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. Мы желаем вам успехов в обучении. До встречи в следующем видео. Пока!